Почтовое отделение в Простях не работает уже пять дней. Здесь даже висит замок и повесили объявление о временном закрытии. А потому получить свои посылки, газеты и журналы жители пока не могут. Но кроме корреспонденции, люди не могут получить пенсии и квитанции за коммунальные платежи. В селе живут в основном пожилые люди. Они боятся, что теперь на почту придется ездить в город. Родственники с машинами есть далеко не у каждого. Нету поширена другого. И эта ушла. Она одна была. Но еще то платят мало ведь. И работала только по три дня. Пенсию ждем. Квитанции у нас вот нету за газ. Надо нам заплатить ведь. В селе работал один почтальон. Недавно женщина уволилась по семейным обстоятельствам. Нового сотрудника пока не нашли, потому отделение временно и закрыли, и разместили объявление о вакантном месте. В центральном отделении о проблеме знают. Нам пришлось перейти на альтернативный формат обслуживания до подбора кандидатуры. На сегодняшний день Нижекамским почтампом принято решение для оказания услуг населению, почтовых услуг, организовать еженедельно трехразовую доставку корреспонденции и оказание услуг. Это по вторникам, четвергам и субботам. Кроме развоза корреспонденции, по этим же дням в отделении будут оказывать и прочие почтовые услуги. Правда, работать почта будет один час с половины 11 утра до половины 12. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.